Приветствую вас, совершенно очевидно, что у вас такой крик-крик души, совершенно очевидно, что у вас такая вот своего рода истерика, то есть потребность в том, чтобы вас поддержали, чтобы вам помогли, чтобы вас услышали, может быть встали в вашу сторону и так далее. А что я вам хочу сказать? Ну, во-первых, да, вы правы в том, что хотите уйти от своего мужа, это действительно так. А вы правы в том, что его поведение совершенно неприемлемо, вы правы и в том, когда говорите, что ребенок его не видит, ребенок с ним практически не взаимодействует, да, и вообще ситуация такая, что с мужем у вас отношения очень такие напряженные, да, А ребенок, как бы он, ну, вот, отца своего как раз и не видит, так, чтобы прям очень много и сильно, очень много и сильно, я имею в виду, он с ним общался. У меня другой, что вы позволили, вот, вы позволили всей этой ситуации, которая с вами произошла, вы позволили ей случиться. Вот это, пожалуй, и является самым скверным здесь. То есть я хочу, чтобы вы этот момент для себя постарались понять, что скверное здесь не то, как ведет себя муж ваш, потому что, ну, понятно, он ведет себя так, потому что вот он такой человек, такие у него взгляды, такие у него ценности и так далее, и так далее, и так далее. То есть понятно, что он по-другому вести себя, ну, наверное, не может, наверное, не умеет просто-напросто. И ожидать от него того, что он будет вести себя как-то иначе, ну, мягко говоря, тоже не имеет смысла. Вот. Тем более вы сами сказали о том, что такая ситуация была и есть, что, значит, вы друг друга не знали и пожилили, что вы, по сути, дел в спешном порядке. То есть вы спешили. Значит, основная ваша проблема – это страх. Страх того, что вы не найдете работу. И основная проблема – это неуверенность в себе, ну, которая, конечно же, прямо вытекает из этого страха. То есть именно она порождает, по сути, дело, значит, именно она порождает вашу неуверенность в себе, именно она порождает ваши страхи, по сути, это дело. И, соответственно, именно из-за того, что у вас вот эти страхи есть, именно из-за этого, значит, вы испытываете эти проблемы, эти трудности. Именно по этой вот самой причине. Поэтому, поэтому, давайте мы для начала скажем так, почему вы настолько уверены, что не найдете работу, если вас выше юридической образовательной, почему, почему, откуда вы взяли это, то, что вы не найдете работу, нужно постараться и найти. Вы сможете это сделать, я более чем уверен. То есть с проблемами неуверенности в себе нужно работать. Тем более, что вы говорите о том, что, как бы, от мужчин у вас отбоя нет, и с этим получается. Все в порядке у вас. Ну, так вот, и постарайтесь, постарайтесь понять, в чем же вы неуверенны в себе и почему. Это первый момент. Второй момент. Значит, ребенок. Ну, касаемо ребенка, честно говоря, даже сложно с чего-то начать. Вы говорите, что жалеете ребенка, но, опять же, жалеете вы его и говорите, что ему не будет хватать отца. Но при этом вы же сами понимаете, что то, что происходит сейчас, побои вашего мужа, да, побои вашего мужа, именно, агрессия, насилие, все это, как бы, учит вашего ребенка тому, как нужно обращаться с женщиной. То есть, ребенок смотрит на то, как ведет себя отец, и волей-неволей он, скорее всего, будет повторять такую же модель поведения по отношению к своей женщине. И если вы для себя этого не хотите, а я думаю, что вы для себя этого не хотите, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был таким, что нужно, естественно, нужно уходить от вашего мужа как можно быстрее, потому что ничего хорошего из этого не получится. Ребенок не будет переживать по поводу отца, потому что он заживет, скорее всего, легче и лучше. Ребенку будет спокойнее. То, что происходит сейчас, к сожалению, его травмируют только. То, что происходит сейчас, к сожалению, портит детскую психику, к сожалению. И вопрос заключается в том, а не используете ли вы ребенка для того, чтобы самой избегать некой такой вот, ну, ответственности, да, и так далее. То есть, не используете ли вы ребенка именно вот в этом контексте? Я понимаю, да, я понимаю, что вы, может быть, беспокоитесь о нем, я понимаю. Но и вы, пожалуйста, постарайтесь понять, что вы не делаете лучше ребенку такой моделью поведения своей, значит, сохраняя брак. Вы ему вредите только, потому что дети чувствительны к агрессии, дети чувствительны вообще к эмоциональному настрою родителей своих. Поэтому не нужно думать, что вы делаете что-то для ребенка, вот когда пытаетесь ради него, как бы, сохранить свои отношения с мужем. Не нужно, то бишь, делать это ради ребенка. Не нужно делать это ради ребенка. Вы делаете это для себя, если хотите, потому что вам нужно быть счастливой. А если вы будете счастливы, то и ребенок ваш, он тоже будет счастлив, и в итоге он вырастет здоровым и, как бы, психически, психологически не больным человеком, на самом деле, не травмируемым. А сейчас вы, к сожалению, его травмируете. Вот. Далее. Помимо вашей, значит, неуверенности в себе и страхов, с которым нужно работать. То есть определить предмет вашего страха, наметить конкретные в себе шаги, действия по достижению вот целей, которые вы поставили в себе, да, и двигаться к ним. Помимо этого, есть еще и эмоциональная зависимость от вашего мужа. Ну, опять же, на мой взгляд, вы от него зависли. Как? Почему? В чем? Вы, значит, терпите все это. Терпите вы его поведение по отношению к вам. Терпите вы его отношение к вам. Потому что вам самой это для чего-то нужно. Вам самой это что-то поддаёт. Попробуйте подумать, что именно... Именно. Попробуйте подумать, что именно вам даёт, ну, наказание, взаимодействие с мужем. Тем более, что вы ему изменяете уже... Тем более, что вы, по сути дела, как бы его, ну, не оскорбляете, конечно, нет, но, тем не менее, вы наносите ему определенный негатив тем, что вот так поступаете. Я вас на самом деле не обвиняю в том, что вы делаете как-то. Это неплохо, то, что вы делаете, это нормально на самом деле. Это нормально. Вот. Ненормально другое, что вы терпите это. Ненормально другое, что вы позволяете своему мужу вот так вот, значит, ну, вести себя с вами, да? Вот это ненормально. И для этого у вас должны быть определенные причины. Для этого у вас должны быть определенные мотивы. Я хочу, чтобы вы постарались это для себя определить. Какие у вас мотивы и почему они имеют место быть. Так же стоит понять, что ваш муж, он, значит, оскорбляет и обижает и обесценивает не вас, в прямом смысле этого слова не вас, он просто ведет себя сам так. И связано это именно с тем, что ему нужно это делать. Таким образом он самоутверждается. Таким образом он повышает свою смартфонику. И дело здесь не в вас, а в нем. И дело здесь не в том, какая вы, а дело здесь в том, в какой он. Вот это я хотел бы, чтобы вы так же постарались для себя понять, что дело не в вас, а в нем. Это у него определенные проблемы. Это у него определенные трудности. Это у него, значит, есть определенные сомнения в себе. И это он выбирал такую женщину для того, чтобы она делала то, что он считает нужным и правильным по дому, да, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и вам нужно просто-напросто спросить себя, опять же, вот устраивает ли вас это все. То есть устраивает ли вас, что вы, например, изменяете, вы вынуждены изменять, что вы вынуждены скрываться и так далее. Как вы думаете, достойны ли вы большего, вот вы и сами, достойны ли вы больше? Кроме вас на этот вопрос на самом деле никто не ответит. Ни один из психологов не сможет вам ответить на этот вопрос. На самом деле. Потому что только вы несете за эту ответственность, за себя ответственность. А значит, и за своего ребенка. Если вы не можете сделать это ради себя, то сделайте хотя бы ради ребенка. Поймите, ребенку нужна счастливая мать. А вы не являетесь счастливой, пока все вот это происходит с вами. Никак. Вы не можете быть счастливой в принципе. Поэтому об этом я тоже рекомендую вам подумать. Ну и необходимо, естественно, воспитывать в себе любовь. То есть необходимо вам стараться как-то личностно развиваться. Необходимо вам в большей степени думать о себе. И уже немного в меньшей степени думать там о, например, музе. То есть вы свою жизнь, свои силы, свое время тратите на человека, который вас в принципе ни во что не старает. Ну и вот рекомендую вам подумать на тему того, считаете ли вы для себя это вот как-то достойным, да, приемлемым там и так далее. Я бы хотел, чтобы вы это вот для себя разобрали. То есть обычно, обычно, человека удерживает, удерживает вот в том состоянии, в каком вы находитесь, значит, обычно в этом состоянии человек удерживает определенная потребность. И я хочу, чтобы эту определенную потребность вы для себя выявили, что удерживает вас в смузе. Конкретно, что удерживает, чего вы боитесь. И вот с этим страхом, с этой потребностью и научно будет с вами работать. Вот, и параллельно с этим вам необходимо менять свои установки. Есть определенные моральные элементы выбора в том, какую вы позицию занялись сейчас. Это не обязательно плохо, что вы делаете, я имею ввиду, вы изменяете своему мужу и прочее, прочее. Но это не хорошо для вас. Все-таки вы, я уверен, достойны большего. И вот подумайте о том, чего вы сами для себя хотите. Хотите ли вы, значит, изменять всю жизнь, да, то есть там прятаться, не жить нормально, жить на два фронта, терпеть и терпеть побои и унижения, если да, то ради чего. То, или вы хотите все-таки быть силой, но для этого нужно предпринимать самостоятельные усилия, для этого нужно что-то вкладывать. Для этого нужно, как бы, стараться самой нести ответственность за свою жизнь. У меня такое ощущение, что ответственность за себя вы не берете. То есть у вас есть вот муж, который, ну, работает, вроде как, обеспечивает вашу семью. И вы сами, вот, не очень понял, работаете вы или нет, но тем не менее, тем не менее. И вы не несете ответственность за себя. Первое, что вам нужно, это быть независимым. Чтобы мужчина просто боялся вас потерять, потерять. Понимаете? Это вот очень важно, независимость. А вы зависимы. Эмоционально, возможно, материально, или вы так думаете. И так далее. Если вы хотите работать, если вы боитесь не найти работу, то подумайте, как бы вы хотите работать, что для этого нужно. То есть вот так вот постепенно, постепенно выстраиваете цели. Поговорите, если вы ездите на свою родину, да, поговорите с тем, где вы можете работать. Попробуйте договориться с кем. И так далее. В каждый концов, вы же можете, когда, ну, ездите на родину, скажите, сколько вы там на родине времени проводите, вы можете, там, попробуйте, там, просто, вот, ну, где-то, по знакомству, на пару дней прийти, прийти на рабочее место, поговорить, с, ну, с сотрудниками, с начальником, там, и так далее. Скажите, вот такая ситуация. Я сейчас живу в другой стране. Там, там, ищу, ищу работу. Вот, там, можете ли вы меня принять, если я, там, вернусь из этой страны, чтобы жить здесь. То есть все можно решить. Но главное сделать что-то. А вы пока занимаете такую позицию, что вам будет тяжело. На родине вы, по сути дела, отдыхаете. То есть просто отдыхаете, расслабляетесь, восстанавливаете свои силы, да, самооценку и прочее. Вот так. Нужно понимать, что это хорошо, но это не все. Нужно своей жизнью сделать, и здесь тоже препятствия есть, какие-то для вас, возможно. То есть, может быть, вас же, понимаете, что-то заставило поспешить выйти замуж за иностранца. А значит, что поспешило? Какие установки вами двигали? Какие у вас были мотивы? Остались ли они, эти мотивы, может быть, понимаете? Вот эти вот важные вещи, с ними нужно разбираться. Я так вот чувствую, что вы не очень понимаете сами, чего вы хотите. Поэтому да, вы правы в том, что хотите от своего мужа уйти. Это верно. Но чтобы это сделать, нужно решить реакцию вопросов именно с вами. Так что, я думаю, что если вы не справитесь сами со всем тем, что я говорил, нужно вам на личную консультацию записаться к любому эксперту, и мы вам поможем. На этом все. Надеюсь, что мой ответ оказался вам полезен. А если у вас остались ко мне вопросы, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok